О чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы о следующем. Мы будем рассматривать веб-автоматизацию и конкретно автоматизацию с большего для Angular приложений, но также посмотрим, как можно с помощью инструментов Protractor автоматизировать и не приложение, точнее приложение, которое написано не с помощью фреймворка Angular. Начнем по порядку. Я сначала скажу, кто я. Я автоматизирую инженер и IT-консультант в компании DPI Solutions. Также, судя по майке, я являюсь членом сообщества автоматизаторов в Беларуси. И также выступаю и на других конференциях. Теперь перейдем, собственно, к теме нашего доклада. Мы рассмотрим следующие вещи. Небольшие основы Angular. Как можно тестировать single-page applications. Что такое Protractor и как с ним работать. Почему именно этот инструмент мы выбрали для автоматизации Angular приложений. И как можно сделать тесты на Protractor более лаконичными. Что же такое single-page application. В последнее время очень много времени, всем очень много внимания уделяется скорости загрузки приложений и performance, как работает приложение. И в связи с этим стали очень популярны фреймворки, которые позволяют создавать подобные приложения. Чем это полезно? Когда мы раньше грузили целую страницу, по 100 раз, когда человек перегружает один и тот же контент, это плохо сказывалось на скорости работы. Соответственно, человек отказывался от приложения, с которым он работает. В данном случае мы перегружаем только части приложения. То есть, очень плотно работаем с AJAX. Вроде небольшие кусочки, которые сильно ускоряют приложение, как так называемый активный функционал. И это не может не сказаться на количество клиентов, работающих с приложением. Ну и вообще положительно на самом приложении. Дополнительными преимуществами вообще работы с настраничными положениями являются, скажем так, он может отображаться хорошо и на мобильных устройствах, и по скорости это очень неплохо. И многие фреймворки дают богатый функционал для создания довольно красивых и user-friendly интерфейсов приложения, с которыми будут работать пользователи. Значит, какие фреймворки, ну, на данный момент самые популярные для создания single-page application, это Ember, Angular, Knockout и Backdown. У нас в основном работали с последними тремя. Ну вот мы конкретно здесь будем рассматривать Angular как один из наиболее популярных в последнее время. Почему он, собственно, используется и как его, как, по-моему, для него написать автоматизацию. Значит, Angular был анонсирован Google, они же его и поддерживают, и разрабатывают, в том числе они и написали, они рекомендуют использовать инструмент, который мы будем сегодня рассматривать для автоматизации и тестирования. Плюсы, которые нам может дать Angular для, ну, как для QA-ев, для автоматизаторов, это то, что он разрабатывался с упором вообще на тестирование и в данном случае на автоматизированное тестирование. И уже внутрь него были интегрированы различные вещи типа мокинга, dependency injection, которые позволяют создавать довольно мощные и различные end-to-end тесты. Соответственно, вот инструменты, скажем так, существующие гораздо больше, ну, это используемые инструменты для автоматизации, это Nightwatch, Casper GS и Protractor. Мы выбираем, ну, такой инструмент, вот, он полезен для end-to-end, используется для end-to-end тестирования и городовых положений, и мы стараемся объяснить, почему именно его лучше использовать и работать конкретно с этим инструментом. Во-первых, он базируется на WebDriver.js. Создание WebApplication, особенно ClientSite, очень активно включает в себя работу с JavaScript. Учитывая, что Protractor базируется именно на WebDriver.js, то это позволяет сохранить консистентный стэк, и поэтому в любой момент, когда, не знаю, автоматизаторы не могут, ну, случилось невероятно, вся команда заболела, то разработчики вполне в состоянии открыть код, посмотреть, добавить недостающие строки кода, либо срочно какие-то там небольшие тесты, и с ним, собственно говоря, работать. Также он интегрирован хорошо же в Jasmine, Moco и Qcumbat для различных вариантов а-ля юнит-тестирования, либо же BDD-подхода. Ну, естественно, именно этот инструмент рекомендуют сами разработчики Angular. Вот, естественно, если они написали этот фреймворк и что-то рекомендуют, то, наверное, они сделают не просто так, и это были основания. Поэтому, то можно сказать, ну, тоже как плюсом, для чего мы должны использовать именно данный инструмент для автоматизации. Ну, вот опять-таки, вынесены небольшие ссылки, где можно подробнее прочитать про то, с чем интегрируется протрактор, и как с ними работать. Вот примерно так выглядит архитектура всего, ну, протрактор и работа с ним, то есть он базируется на Drive.js, также интегрируется с Jasmine, Qcumbat и Moco, и все это работает под Node.js сервером, после чего он посылает команды браузеру, и браузер уже работает внутри с нашим англо-русским приложением. Вот. Значит, теперь о том, как немного начинать с ним работать. Чтобы установить протрактор, нам сначала нужно установить Node.js, в нем вызвать вот такую простую команду, проинсталить, после чего запустить сервер, на котором это будет все работать. Вот простой вариант теста, значит, дальше мы посмотрим, как его написать, но это с большего, то есть, наверное, хорошо видно, или не очень? Нормально. То есть, простой тест, который просто переходит по URL, находит элемент типа input, заполняет его каким-то текстом, кликает по нем и проверяет, сколько появилось строчек с ответами для этого текста. Ну, естественно, проверяем, совпалом или нет. все довольно просто. Такой смок-тест коротенький, типа, прототипирование для клиента или что-нибудь подобное. Значит, запуск тестов. Запуск тестов производится с помощью конфиг-файла, который понемногу расширяется в зависимости от сложности тестов. Ну, для начала нам достаточно всего лишь указать порт, на котором мы запускаем наше приложение и указать файл с тестами, ну, который приятный нам функционал. Запускается очень просто. Если мы работаем из командной строки, то мы переходим в папку, где лежит наш конфиг-файл и в командной строке просто будет импортатор конф.js, все, и он начинает выполнять тесты, которые в этом файле прописаны. Если же мы, например, используем тот же веб-шторм, то там есть внутренний свой терминал, в который мы также переходим в нужную папку и из нее запускаем. в автоматизации есть две большие проблемы. Это поиск элементов, как маппить, и работа с ожиданиями. Сейчас мы разберем именно как нам найти элементы. Мы видим вот такие варианты. Это поиск элементов по модели, по байдингу, по ID и по CSS. Тот, кто занимался автоматизацией приложений и искал локаторы в Firebug, в Firepice, то ему эти слова с большего знакомы. В чем отличие этого инструмента от остальных в том, что он направлен на AngularJS-приложение и, соответственно, мы видим конкретно вот bymodel и bybind, здесь еще byrepeater, то есть те атрибуты, по которым он ищет, специально для Angular. То есть, если все работают с Angular, ну, работают с Angular проражениями, то там видели когда-нибудь в элементе html, там такой ng-model или ng-repeater, вот, и это все особенность именно работы с Angular, и мы можем искать сразу по этой части, а не, допустим, строить такой большой CSS, там, допустим, опять-кипсайз ng-model и value для этого атрибута. Вот, если же разработчики дали уникальный ID, то нам не нужно заморачиваться, и мы просто ищем его по ID-шнику. Собственно говоря, стандартные варианты никто не отменял. Значит, рекомендации по тому, как это лучше делать, опять-таки, разработчикам и самым инструментом рекомендуют искать по model и binding, потому что это, опять-таки, специфичная вещь для Angular, и, соответственно, она будет работать немного быстрее. Вот, если же вариантов нету, то возвращаемся стандартно к нашим CSS и ID. Вот, значит, теперь немного по API, который предлагает нам Protractor. Значит, как нам найти элемент? Ну, то есть, все довольно просто. У них есть такое интересное слово элемент, который внутрь передается то, с чем, по какому локатору мы это ищем, и, соответственно, он возвращает нам первый если локатор не уникален. Вот, если же нужна коллекция элементов, то мы добавляем ключевое слово All. Вот, и тогда он, опять-таки, по локатору находит, мы можем выбрать конкретный элемент и по нему кликнуть. То есть, все довольно просто. Ну, собственно, действия над ее элементами мы можем производить, как и с другими фреймворками или инструментами. Это клики, это send кейс, это скрол какой-либо, целый API есть для этого, то есть, там, туда же должны быть ссылки на протрактор, где можно почитать все варианты работы с элементами. Например, вот такая интересная вещь, что мы можем сразу отправлять не один какой-то кей, а отправить и текст, и кнопку, чтобы это выполнилось сразу. Вот. Что касается ожиданий второй проблемы, то в протракторе это все очень замечательно, то есть, с большего, потому что мы забываем о том, вообще нужны, что они нам нужны. Так как он ориентирован на AngularJS, то он сам знает, когда заканчивается выполнение какого-то подгрузки элементов или еще чего-то именно самим фриворком Angular. И это унишает нашу головную боль, нам не нужно писать никаких сложных ожидалок и еще чего-то, за исключением того же есть, вот одна из ожидалок, которая есть встроена в протрактор, это wait for Angular. То есть ее тоже не обязательно всегда используют, это в редких случаях, по крайней мере, в моей практике. Каким образом мы можем наши тесты дебажить? Опять-таки, если нам, как и в любом тесте, нужно найти ошибку, если он варится либо работает неправильно, то для любых IDE, это опять-таки IDE-дебаг стандартный, который проваливается, ставим реакуиды, не проваливаемся в этот вот уметь IDE-хотерей, либо же, если мы работаем, например, когда я начинал с этим работать, я работал с облайн-текста и мне, опять-таки, не мешало просто давать слово дебаггер из JavaScript, он останавливается в нужном нам месте, и мы дальше уже работаем из браузера как с этим. Дальше уже ищем нашу ошибку. Тесты можно, опять-таки, по-одиночке запускать, не вариант, там хочется их разбивать, естественно, для этого мы можем организовать с помощью конфиг-файлов CUT-тестов по функционалу, по бизнес-логике или еще по каким-то критериям и запускать их именно таким образом. Для этого нам нужно добавить подраздел SWITES, написать конкретно ключевые слова допустим, Homepage, Search и указать путь к файлам, где это можно найти. И, соответственно, при запуске мы указываем ключевые слова SWIT и указываем имя SWIT, по которому мы хотим запустить. Это пример архитектуры, скажем так, файловая система как удобно хранить наши тесты. Вот, например, видно, что Entry-on-тесты мы сразу храним в папке Project Folder. То есть у нас тесты хранятся там же, где и само приложение Redovs это упрощает во-первых поиск. Не поиск, а вот когда, допустим, те же разработчики хотят зависеть в тесты, посмотреть, что-то там исправить или как-то сделать, то они могут это сделать прямо в одном месте. Мы просто открываем папку tests и смотрим все, что нам нужно. написано, допустим, тесты, которые к ней касаются и это допустим page object, который описывает homepage и файл с тестами. Дальше мы о них подробнее посмотрим. Также опять-таки здесь лежат рядом unit-тесты. Учитывая, что протракторы используют себе Cosmin, то они, в принципе, очень хорошо интегрируются. То есть человек может писать и unit-тесты, и unit-тесты примерно в одном и том же ключе. Есть, наверное, не очень хорошо видно, насколько есть. Это описание page object для нашей страницы, конкретно для нашего инструмента протрактора. То есть мы видим, что мы просто портируем какой-то общий файл, дальше мы создаем объект нашей страницы и уже начинаем локаторы объявлять и вот это наши процедуры. То есть какие-то действия над элементами страницы. В этом плане есть небольшое отличие, то есть, если мы объявляем локатор, либо же метод включен с файл зис, то мы сможем вызвать его, грубо говоря, это public и private реализация. То есть, если мы пишем bar и имя переменной, то это private. Если же мы добавляем кучевое слово зис, то мы можем вызывать из другого места. Ну, если мы портируем данный класс, то дальше уже можем с этим работать. Если мы хотим запускать тесты в наших низких браузерах, то для этого опять-таки используем наш конфиг файл, который позволяет вообще делать очень много вещей. В данном случае мы добавляем раздел multi-capabilities и указываем браузер name, конкретно те браузеры, с которыми мы хотим работать. Дальше все так же спеки и все остальное вещь. Здесь у него есть такая полезная вещь, как глобальный precondition. То есть мы можем изначально выставить те параметры для браузера, для наших тестов, что-то сюда добавить и реализовать их, как видно во всех наших тестовых классах. в этом плане. допустим, здесь мы изначально выставляем размеры для окна браузера, с которым мы хотим работать. Есть также небольшой вариант реализации data-driven тестов. То есть мы реализуем такую вещь, как парамс раздел, в который мы добавляем допустим логин, который... допустим, у нас всего там пару пользователей есть на начальных этапах. Нам не нужно заходить по десятью ролями, у нас есть админ юзер, мы спокойненько добавляем его сюда, не заморачиваясь на отдельных файлах и экспортированием. И тогда уже в своем тесте мы обращаемся к конфиг файлу, достаем оттуда наши параметры и уже передаем их в качестве значения для санкейса, для паспорта либо того поля, которое нам нужно. Если же мы хотим работать с неангларовским приложением, допустим, у нас был опыт, то, что заказчикам было написано приложение очень давно, оно неангларовское, и они решили часть приложения частично переводить его на англар постепенно и при этом сохранить автоматизацию. Для этого они хотели использовать подтрактор, но при этом не потеряют трактор, но автоматизировать старую часть приложения. В этом плане мы можем сделать следующее. Мы объявляем наш драйвер как глобальный, опять-таки в конфиг файле. Соответственно, уже в санк-тестах мы можем обращаться в драйвер found element и искать его по CSS. Поэтому в этом плане отпадают варианты поиска по binding и model. опять-таки забить их в CSS никто не мешает. За все приходится платить. Раз это не англор, работать нужно немножко по-другому. Еще один момент. В в добавляется функция. Мы должны выключить синхронизацию с англором. Чтобы мы могли понимать работаем еще с англором сайтом или же не с англором. Добавив такую функцию мы можем перед тестами в before each функции вызывать и передавать. Работаем с той частью приложения, которое написано на англоре, либо же мы работаем с старой частью и поэтому работать с не англором приложением. Далее у нас есть варианты допустим когда мы работаем с Java либо с Ruby у нас есть варианты сделать тесты проще понятнее например на том же Java это довольно популярный есть как Xelenit все используют и что упрощает в разы работу для автомашн специалиста в Ruby есть такая вещь как Капибара которая занимается тем же собственно что мы можем сделать для FGS в этом случае есть такая полезная вещь это Coffee Script это небольшой компелированный язык в принципе не то что сильно упрощает он по крайней мере помогает легче перейти людям которые допустим с JS не сильно знакомы больше писали допустим на Python либо же в .NET им JavaScript не очень привычен в этом плане коль немножко меняется но опять-таки для хронистов тех кто с этим работал все довольно привычные все отступы те же примерно объявления функций похожим образом и небольшие замены поэтому с этим работать немножко попривычнее чем с чистым JavaScript гораздо проще будет перейти но если разницы нету то можно оставаться на JavaScript вот возвращаемся к итогам все-таки является плюсами именно протрактора это консистентный стэк который сохраняется благодаря то что он базируется на WebDriver.js именно удобная инфраструктура для работы с Angular то есть поддержка каких-то специфичных локаторов именно для Angular это какие-то рищи которые нам упрощают работу с ожиданиями вот и то что мы можем тоже опять-таки делать тесты попроще и если люди пришли с других языков вот на этом наверное все спасибо за внимание вопрос есть здравствуйте спасибо за доклад меня зовут Лена у меня такой вопрос у нас сейчас используется кукумбер вместе с кипибаром как раз и приложение тоже старое которое постепенно хотят переводить на Angular и даже есть три лица на которых есть и Angular элементы и не Angular и как можно применить это то что там есть кипибары это автоматизация так скорее всего делается на Ruby то тут будет как бы в зависимости от команды которая у вас есть если есть ребята которые знают JavaScript им не лень будет портировать половину тестов на JavaScript то то можно будет перейти вот и совместить именно таким образом но ее придется переписать полностью либо два решения сохранить то есть одно решение будет идти на Ruby а второе параллельно для Angular части на Protractor в зависимости от скиллов которыми обладают ваши ребята то есть перевести это на Ruby это с Ruby насколько я знаю для других языков только для Python есть PyTractor который языковая совместимость там можно было бы попробовать насчет Ruby я не слышал ничего такого что есть спасибо спасибо за доклад поделюсь опытом немножко я тоже занимаюсь автоматизацией как раз на Protractor здесь мне кажется докладчик один момент не учел то что не заметил не сказал точнее о том что особенностью Protractor относительно того же Найт-Отча и Каспера является то что он дизовывается промайзом в конечном итоге честно для меня это в определенном смысле загадка потому что при разработке я понимаю зачем это нужно относительно колбайков промайз удобнее при тестах мне кажется это не совсем логично простой пример то что мне метод gettext не возвращает текст он не возвращает промайз в котором есть текст мне кажется то что в контексте тестирования это лишний лишний код который каких-то функциональностей я так не придумал как это использовать может быть вы меня объясните честно говоря с этим я особо не сталкивался не то что не сталкивался в плане того насколько это лишнее это скорее всего разработчики самого инструмента решили включить для совместимости именно с ангваром то есть нас при работе особых проблем не делал то есть мы получали текст и с этим работали да они возвращают промайз но особенность инструмента скорее нужно на самом деле если ты делаешь кута сэшен то он же разозвалится сам промайз разозваливается в общем с этим каких-то проблем не было я тоже занимался на протакторе писал и в общем да с ангулером намного проще стало работать все ожидания каких-то фоновых загрузок подпадают на самом деле инструмент очень хороший нужно привыкнуть джаваск единственное что да здесь многое надо делать с англером я работаю с интерфейс-системой и к сожалению у нас требование обязательно это интернет экспор и как с ним очень сильно тормозить час может есть какие-то секреты как с ним оптимизировать работу оптимизировать работу честно говоря мы именно с ие много не работали то есть в основном это фарфокс и хром то есть браузер в которых отрабатывает все довольно быстро чтобы же ускорить эти вещи честно говоря не знаю то есть если это просто количество тестов то это опять-таки парализация тестов вот а именно чтобы ускорить сам протрактор честно говоря не знаю конкретно с протрактором не было наверное таких вот ну по крайней мере в моем обыте были небольшие проблемы при прикручивании тестлинка например джессовской библиотеки там разработчики потеряли одну строчку и результаты не мапились пришлось еще слегка подменять вот а именно с протрактором как бы особо не было я возвращаюсь ну наша кстати докумендация мне кажется что протрактор она довольно специфическом уровне там да там указаны основные методы я не спорю но все вы использовали там у каждого метода есть кнопочка типа смотри в коде да гитхат очень странное мне кажется это решение решение странное но в принципе на том же стакоуэрфлоу вполне можно всегда найти ну довольно-таки изерфрендли пример который можно понять как с этим работать но если ставим с тем же на это вотчем там документация ну непорядка нет с документацией согласен там вот этот переход на гитхат не самая удобная вещь но это уже как бы можно написать в суппорт разработчикам ребят ну поменяйте еще один момент мне честно я переходил на эту очередь на протрактор по определенным причинам не имеющим никакого смысла на самом деле и лично мне вот честно вам скажу просто не понравилось по определенным причинам мне показалось что стабильность ниже да удобство с точки зрения вейдфонгуляра она безусловна но в некоторых случаях например у меня гигантские были проблемы с рефрешем мне в некоторых случаях нужно ему рефрешить страницу в этом случае он тупо падал потом падает и все и нет не знаю честно говоря с рефрешем я не так давно с этим работал то есть тоже нужно было рефрешить страницу поражение было ангуляровское проблемы как таковые ну не знаю может быть она и была но она решилась очень быстро то есть я настолько быстро решил что даже не помню что я с ней сделал то есть как бы все обновлялось быстро и хорошо и проблем действительно не было то есть я решение то ли на стекл флоу нашел то ли еще где-то то есть ну в принципе как таковая вещь она работает с этим неплохо то есть я не может быть там специфическая какая-то аппликашн но с этим у меня проблем не было спасибо что я не могу но что я не могу таково что я не могу